Поэтому это не значит, что я его только так буду восстанавливать. Некоторые проскочат ногу, но я уже, да, то есть, вот не истерен. Даже если он здесь проскочит, как многим другим, он так, он ко мне в ногу не войдет. Если даже он дойдет, уже у меня нога будет, он здесь одной рукой зацепится. И отсюда ему надо будет добирать. А здесь у меня вероятность защититься больше. Поэтому не ждите, пока вам пройдет ногу, соединят обе руки. А потом я попробую защититься. Там обратно сделаю и так далее. Желательно на самой ранней стадии учиться защищать ноги. Если будет у вас завязан... Иди сюда, не откликайся. Если он будет у вас завязан в вашем захвате... Это тоже защита от прохода в ноги. Какой проход в ноги он здесь держит? Если он будет... Правильно, вот в таком состоянии. Какой проход в ноги? Если я его контролирую вот так, какой проход ноги? Но если вы берите его... Если он будет все пять минут вас вот так таскать... Конечно, он вам пройдет в ногу. Вы все заболевали. Вы уступили психологическое преимущество. Вас взяли за голову и таскают по всему ковру. Конечно, он вам какой-то прием сделает. Но если я буду атаковать и все время буду его завязывать, контролировать... Да? Он... Нормальную штучку-то я ему не дал встать. О каком проходе ноги можете терять. То есть, надо человека завязывать, преследовать. Тем самым, помимо того, что вы берете приоритетные для себя привычные удобные захваты, вы еще его психологически ломаете. У него ничего не получается. Первые до последних минуты я все время его преследую, гоняю. У него вся задача освободиться от моих захватов, защититься от моих приемов. Но... Получилось так, что вам прошли в ногу. Допустим, голова снаружи. Вы начинаете оттягивать. Вот такая ситуация очень частая. Дай, пожалуйста, микрофон. И 90% борцов считают здесь, что чем дальше я оттянусь, тренер начинает глядять, оттяни, оттяни. И вы думаете, что чем дальше вы оттянетесь, тем больше вы себя обезопасите. Но это неправильно. Перезавод. Вот чем дальше. Вот сейчас за средний запад. Вот здесь ему гораздо легче меня перевести, чем вот здесь. А вы отсюда начинаете тянуться. Разгружаете полностью его плечо, спину. Чем мне его грузить? Грудью не грузя. Грудью не грузя. Грудью вот так. Вот здесь. За счет давления на него бедрами прогнувшись вот так. Мне есть чем его грузить. Вот. Основная масса из вас в перепугу, что вам прошли в ногу, вы начинаете максимально далеко оттягивать, оттягиваться, оттягиваться. И потом он вас спокойненько натягивает или переворачивает в эту сторону. Держи. Смотри за вот. Оттягивай ногу. Вот. Все. Он меня уже разгрузил. Разгрузил он меня здесь. Вот здесь я в сторону могу. Ну-ка. Вот. Вот здесь. Он сейчас хорошо, нормально грузит. Вот. Вот сейчас начинай оттягиваться за вот. Вот. Вот здесь все. На меня уже давления нет. Здесь я и подтянуться могу. Да. И. И вот в сторону могу. И как минимум подалеко оттягиваться. Этот захват я продержу хоть до вечера. Никуда он мне не забежит. А вот чуть выше. Вот здесь уже. Вот. Вот здесь уже мне тяжело. Или же вот эту ногу я прошел. Далеко отходи. Вот. Вот здесь. Он мне полностью плечи разгружает. Здесь. Во. Вот сейчас тяжело мне уже. Вот этот момент обязательно поработайте на работу. Почувствуйте. Вот это надо почувствовать. Вот. Надо это почувствовать. Не сюда не залазить больше чем нужно, чтобы он вот так не поднял. И не оттягиваться больше чем нужно. Разгружая его. Разгружая его. Вот. 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 Запомните, что. на середину. И не залезть на него, чтобы не подняли. И не спустите туда, чтобы не подняли и забрали бабу. А золотая середина. Просто загрузите. Я уверен, что здесь даже тяжеловес не поднимется, если он вот так загрузит. Да. Поэтому привыкайте правильно анализировать после соревнований. Даже после каждой тренировки, после каждой тренировки в сладке нужно делать анализ. Что у вас не хватает. Какие у вас слабые есть формы. И вот над этим работайте. Время тренировки. Вот. И тогда будет все получаться. Вот это, значит, то, что голоса сегодня показывает. Это уникальнейшая возможность вам понять суть больной борьбы. Вот это вот, если вы поймете, вот это вот. У вас никто ногу, даже если возьмут, никогда вас никто не переведет. У Адама была возможность такая. Ну, кстати, у Адама. Значит, он проиграл однажды Лайбольгу. Немцы. Значит. Вот за то положение. Ими спрыгали в ноги. И Адам все время налево смолзался с него. Он подтягивал и переводил. Потом буквально с полугода, наверное, посидели с ним над этим вот моментом, что голоса сейчас показывает. И его потом... Он только легко его переводил Лайбольг уже. Тут его даже не мог ногу близко взять. А если брал, то и оставался там. Поэтому советую повторять много раз. Вороться в этой ситуации. Я понимаю, что это нелегко. Это трудная работа. Но она очень важная работа. Вольная борьба. Поэтому советую всем делать это. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что вы запомнили. Вот что мы сегодня прошли. Мы стойку наняли бы со стойки. Что парень должен сохранять свою стойку. Мы немножко поговорили о захватах. Что захваты не должны нарушать вашу стойку. То есть захваты должны быть приоритетными. Мои захваты с моей стороны. Если меня затянули не в мою сторону. Здесь я скорее всего проиграю. Здесь надо выбираться и возвращаться в свою стойку. Потом третье. Мы... Это я говорю вам, чтобы вы запомнили. И дома над этим работали. Вот. Если где-то что-то непонятно. Включайте борьбу. Смотрите. Анализируйте. Но вы уже услышали. И вы уже будете это придавать значение. Вы будете уже наблюдать. И когда будете борьбу смотреть. У вас уже будет формация. И вы будете видеть, что вот человек не в своей стойке борется. Его вынутили бороться в этой стойке. И скорее всего он там проиграет. Вот. Третье. Мы работаем ноги. Правосторонняя стойка. Я сюда головой снаружи прохожу. Сюда я головой на три прохожу. И ни в коем случае я не прохожу вот так или вот так. Это проигрышная ситуация. С нормальным борцом. Какого-то мешка наверное можно и так перевезти. Но нормальным борцом проиграете. Потом мы поговорили о том, что желательно научиться человека встречать на самой ранней стадии прохода в ноги. Но если уже пропустили ноги, то загружать его надо правильно. За счет вот этих мест я его загружаю. Я его на оборот разгружаю. А вот здесь есть у него грудь. Вот здесь совсем другое нагрузка. Другая. Да? Вот такие несколько моментов запомните. И дальше на тренировках это нарабатывайте. Сколько времени у нас сейчас? 40 минут. 40 минут. Да. У нас чуть-чуть времени. Вот. Дальше. Заур Малудинович покажет какие-нибудь свои излюбленные приемы, которые у него очень красиво получались. Да, наверное, Петрович. Да, я просто немножко как бы в эту историю. Вот. Сегодня как бы я рад и горжусь, что именно в Красноярской школе борьбы есть такие люди, как Малудинович. На сегодняшний день, я не знаю даже, самая главная спорная наша, спорная Россия. Почему? Я не увидел ни одного человека, чтобы так телегранно проводились приемы. Броски там. Это самое. Уникальнейшие броски. Вот. Это действительно замок. Сегодня один из лучших исполнителей вот этих бросков. Вот сейчас он продемонстрирует, вы сами увидите, что это действительно так. Он очень много над этим работал. И сегодня он уже является давно тренером борта команды России. Но он это производит, как будто он действующий спортсмен. Я уверен, что он еще может года два-три еще и по борозу. Показывается у вас всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень мало было, но ведро видел, видел в тяжелом весе через грудницах, как образовывал. Спасибо. Это радо. Ребята, естественно, правильная стойка. Пожали ручки. Я сразу начинаю. Видите, первый номер у меня работает. Я уже начинаю готовить его, а его должен именно подвести глаза и понять, что я хочу делать. Давайте бросок. Я, если хочу сделать бросок на руку, на голову, я начинаю вот вниз и чуть-чуть на него иду, естественно, чуть-чуть расслабляю, он, естественно, идет для меня. В этот момент... Это он, как раз, опять, на дворем, неудобно делать, а мы не против тебя. Я его вот начинаю. Солим. Вот, естественно, его реакция. Он будет...